Скорость, натиск, мощные атаки, точные удары на опережение. Игорь Ковалев, лучший спортсмен турнира в омской команде. Боист готовится к международным соревнованиям, продемонстрировал свои новые техники. Серийные атаки по разным направлениям и уровням, сильно акцентированные удары, подсечки, броски. В финале победил резкой и сложной по исполнению комбинацией. Особенно понравилась связка двумя ударами руками в голову, в последующем добиванием ногой и особенно хорошо получилась подсечка с последующим добиванием ногами. Жесткие темповые поединки спортсменов младшего юношеского возраста от 10 до 13 лет. Кабудо – восточное боевое единоборство, основанное на технике японского рукопашного боя. Его ценность в нюансах, позволяющих побеждать и в спортивном, и в реальном бою. Стремительные атаки, жесткие удары, броски, добивания – все при полной безопасности. Шлем, жилет, накладки легко гасят силу ударов. По словам руководителя нашей команды Дениса Чернова, а мячи тренируются по современным методикам в полный контакт, быстро прибавляют в мастерстве. Мы становимся скоростнее, мы становимся более выносливее. Мы очень много работаем в зале именно в прикладной экипировке, в специальной экипировке. И поэтому я считаю, что более опытные мы буквально с каждым годом, с каждым выступлением. Две важные победы о мяче. Александр Буцик завоевал золото в категории для спортсменов 12 и 13 лет. В споре девушек отличилась Дарья Ефимова. Спортсменка победила в двух видах программы. В состязании на спортивных нунчаках Дарья классно действовала на контратаках, делала перехваты, встречала соперниц ударами в корпус. В спарринге выиграла решающий балл взрывной встречной атакой. Механика взрывных действий нарабатывается на тренировках по лапам. Сегодня у меня получалось взрываться в голову руками. Также я взрывалась ногами по корпусу, ловила соперницу на ошибках и получала баллы. В разделе базовой техники спортсмены состязались на нунчаках. Это направление развивает целый спектр ценных качеств. Ловкость рук, гибкость, точный просчет дистанции. В поединке боец сначала делает перехваты, а затем атакует. Острое соперничество спортсменов Омской области и Алтайского края. В команде гостей отличился Тимур Аксамитовский, а мячи блеснули цепкими действиями на перехватах, мгновенными атаками в нижний уровень, превзошли соперников по числу побед. Марк Шихатов завоевал специальный приз за оригинальную технику. Я доволен своим выступлением. У меня стала более мобильная и пружинящая стойка. Я стал делать лучше перехваты и чаще бить в ноги и в голову. Следующее соревнование у наших спортсменов международное. 11-13 мая Омская команда выступит в Олимпиаде боевых искусств Сибири-Азия, которая пройдет в Барнауле. Владимир Ростовин, Сергей Гаврилов, Антенна-7. Владимир Ростовин, Сергей Гаврилов, Антенна-7